Здравствуйте, дорогие мои Козероги! Сегодня мы на таких картах Таро, самых обычных, классических, погадаем с вами и узнаем, что же ожидает Козерогов в марте 2020 года. Козероги. Давайте достанем первую карту для Козерогов и посмотрим, что же ожидает Козерогов. В марте 2020 года. Итак, вам выпала карта Влюбленные. Это шестой аркан, высшая карта, союз противоположностей, взаимные обстоятельства. Влюбленные призывают вас исследовать и примирить противоположности вас самих, а не пытаться удалить или изменить их. Понимая и примиряя обе стороны своей натуры, вы станете единым целым, не конфликтующим с собой. И поскольку эта задача сложная, от вас требуются обязательства для достижения своих целей. Вы должны не просто признать наличие разных черт. Вам необходимо понять, что и те, и другие черты, которые вы не одобряете, необходимы для продолжения роста. И когда награда за примирение непримиримых элементов в вас самих, это увеличение вашей собственной силы и воли. Вам не нужно больше тратить время внутри себя на борьбу с собой, на борьбу абсолютно бесполезную, с теми качествами в себе, которые вас раздражают. Вместо этого соедините их в себе и используйте для усиления собственной власти над ситуацией и событиями. Давайте достанем еще одну карту. Карта говорит, что вы стоите перед каким-то важным выбором, который должен повлиять на вашу дальнейшую жизнь. И вам нужно решить мудро по возможности, что вы собираетесь делать. Каков бы ни был ваш выбор, нужно объединить все свои силы для достижения успеха. Давайте достанем вторую карту для Козерогов на март 2020 года и посмотрим. Двойка Пентакли – это такая двойственная карта. С одной стороны, это знак удачи, веселья, радости. А с другой стороны, может же эта карта предостерегать вас от неожиданных каких-то трудностей. Поэтому будьте внимательны, следите за своими вещами, следите за своими кошеликами, сумками, чтобы не попасть в какую-то не очень приятную ситуацию. При неблагоприятном раскладе именно в денежных делах, эта карта указывает о том, что нужно разобраться в этой ситуации, выйти из нее. Иначе, может быть, если у кого неприятная финансовая ситуация идет, достаточно трудная, денежная, то у вас действительно могут быть, как говорится, усугубляться проблемы. Могут и ограбить, и что-то такое неприятное случится. Поэтому карты у вас говорят, что могут быть трудности. Поэтому будьте внимательны и будьте начеку. Эта карта не говорит о том, что они обязательно будут. Эта карта говорит о том, что будьте внимательны, как, знаете, красный свет сигнализирует. На всякий случай. А вообще, эта карта на самом деле говорит о том, что будьте бережливы, балансируйте, потому что у вас могут быть и хорошие новости, и, может быть, какие-то известия вам прийти, в том числе и в письменном виде. И могут идти перемены, и эта карта означает перемены. И перемены, к сожалению, не всегда к лучшему, но их не надо бояться. Такова наша жизнь, что у нас всегда идут какие-то перемены. И не надо бояться этих перемен, потому что если какие-то вдруг вероятные какие-то проблемы или неудачи, но ваша твердость характера и умение приспосабливаться к обстоятельствам дадут возможность добиться эффективного решения, установить баланс сил. Двойка Пентакли – это хорошая карта, но рекомендуется экономное использование ресурсов. Карта также может означать и веселье, и удачу, и радость, и хорошее известие. Говорю, видите, это такая вот, как рыбку в воде ловить. Либо поймаешь, либо не поймаешь. То есть эта карта выпадает, у вас, в принципе, могут быть деньги, но карту не рекомендуют не делать никаких финансовых каких-то крупных вложений никуда. Не нужно, потому что, видимо, не очень удачное время сейчас. Давайте достанем еще одну карту для козерогов на март 2020 года. Так, у нас с вами выпала карта «Восьмерка Пентакли». Но она, к сожалению, выпала в перевернутом положении, и поэтому наш ключ к окончательному успеху материальному плане перевернулся в недоверие, в лицемерие, в использовании во зло таланта, коварства, махинации, упущенные возможности, поглощенность самим собой, тщеславие, скупость. Указывает карта «Восьмерка Пентакли» в перевернутом положении, указывает на недостаток тщеславия и нереализованные возможности развития личности. Говорит о том, что, возможно, вы слишком поглощены повседневными делами и размышлением о том, что необходимо для достижения длительного спокойствия. И энергии, и благоприятные возможности растрачиваются в погоне за кратковременным выигрышем. Говорит о том, что вы не уверены, куда дальше двигаться и не можете устремить свои устремления. Что, возможно, вы свой прекрасный мозг занимаете построением карьеры и какими-то, возможно, офисными интригами, вместо того, чтобы заняться именно достижением финансового для вас хорошего финансово-материального положения. Я еще раз повторю, это не значит, что это именно так и будет для козерогов в марте 2020 года. А это значит, что карты выпадают и предупреждают, как знак, сигнал такой, светофора. Они говорят, обратите внимание, что может быть, потому что деньги у вас где-то рядом. Посмотрите, пентакли, это масть, материальное богатство, это деньги, предпринимательство, бизнес. И у вас должно быть все хорошо, тем более у козерогов с их прекрасным умом, бережливостью, трудоспособностью. Поэтому эта карта, конечно же, говорит вам, что нужно двигаться. И если двигаться в правильном положении, то у вас будут и успехи в творчестве или в ремесленном мастерстве. Также говорит о бережливом расходовании денег. И поможет вам в этом хорошая организация, внимание к мелочам, чтобы достичь желаемого результата. Давайте достанем еще одну карту, четвертую, для козерогов на март 2020 года. И посмотрим, что же еще выпадет у козерогов. Поэтому не надо, дорогие мои козероги, ваш прекрасный ум использовать во злых целях. Пусть люди, которые стремятся построить себя по карьерной лестнице, чтобы потом рассказывать, как они себя сделали сами. Пусть они идут куда-то, куда они хотят. Не участвуйте в интригах, не надо. Потому что карты у вас хорошие. Вам здесь говорят карты, примирите в себе. Не надо говорить, что это явно плохие качества, а это явно хорошие качества у человека. Попробуйте объединить, попробуйте понять, почему эти качества происходят. Почему именно черное бывает черным, а белое белым. И не всегда то, что вы себе решили, что это прям плохо, не всегда это плохо. Попробуйте объединить эти вещи, попробуйте примирить в себе. И также вам говорят карты, что не надо финансово никуда вкладываться в марте. Последите за своей финансовой и денежной ситуацией, потому что у вас есть какое-то беспокойство, упущенные возможности, и вы будете сами упускать еще больше возможностей, если будете отвлекаться, не мыслить масштабно, будете вот по кусочкам делить какие-то ситуации, никому не нужно, и на них отвлекаться. Давайте достанем четвертую карту. Не обращайте внимания на тех, кто строит себе карьеру в жизни, кто занят интригами, не участвуйте в этих интригах. Тщеславие, жадность, фальшивая лесть, лицемерие к добру никогда не приводят. Если даже они 7 минут на какую-то выгоду приносят, то впоследствии все это сказывается многократно. Итак, вам выпали мечи в перевернутом виде. А это говорит о том, что, видимо, вы все-таки не удержитесь, и у вас этот беспорядок, вот я как говорила, не будете мыслить глобально, будете мыслить ситуациями коротенькими, которые никак не помогут вам преодолеть тех сплетников и неурядиц, которые они будут вносить в вашу ситуацию. И беспорядок в делах, ошибки, заблуждения будут еще больше нарастать, усугубляться, и у вас появится какая-то растерянность, рассеянность, будете думать, что делать дальше. Возможно, даже разрыв в каких-то партнерских отношениях. Вот видите, карты вам говорят о том, они вас предупреждают, чтобы вы в марте месяце научились принимать людей такими, какие они есть. Научились видеть в них не только отрицательные, но и положительные качества. Карты говорят, не надо вкладывать никуда деньги. Деньги будут. Не очень большие деньги, но деньги будут. Не надо растрачивать себя на работе по пустякам. Не надо отвлекаться по мелочам. Не надо отвлекаться на сплетников и скандалистов, которые некрасивым образом себе делают карьеру и продвигают себя по службе. Потому что вас это измотает, выведет из себя, вы просто можете заболеть. Понимаете, карта говорит о том, что вы можете просто привести себя к болезни, довести себя к болезни. Но карта также говорит, что одно событие у вас закроется и откроется следующее. Давайте посмотрим. Но эта карта у нас все-таки выпала с вами в перевернутом положении, поэтому она больше говорит о том, что это какой-то беспорядок, который вызовется на работе. Из-за ошибок, которые вы же сами сделаете, вас предупреждает карта. Не надо на эти интриги обращать внимание. И они публикут за собой, потянут вот это душевное расстройство, когда вы будете переживать, мучиться, думать, как и что. Давайте достанем еще одну карту для вас и посмотрим, если же все-таки мы все вот это осознаем и попробуем исправить. То есть кто же все-таки ожидает козерогов? Пятую карту, пожалуйста, нам. Тару дайте нам пятую карту для козерогов на март 2020 года. Итак, вам выпала карта «Восьмерка кубков». Значение этой карты весьма противоречиво. «Восьмерка кубков» – рассказ о ситуации, событии, в которой вы вовлечены или планируете вступить в это событие. Вы получите то, на что надеялись, говорит эта карта. Единственное, что она говорит вам еще, что вы демонстрируете слишком большую осторожность и можете в результате потерять то, на что надеялись, что надеялись получить. В этом случае причина не в том, что вы не видите хорошего, а в том, что вы слишком нерешительны, слишком неуверены в себе или в собственных ценностях и слишком застенчивы, чтобы сделать первый шаг. Но не сделав этого шага, вы теряете потерять все, над чем вы так долго работали и на что надеялись. Предпринятые действия откроют для вас истинную ценность, после чего вы, возможно, переключитесь, как вот по этой карте, видите, она закрывает одно, открывает другое, переключитесь на что-то новое, сделаете шаг вперед, и вы увидите, что ситуация не столь устрашающая, как казалось на расстоянии. В любом случае впереди, внимание, козероги, впереди успех, вы достигнете его, и это зависит только от вас. Я еще раз вас программирую просто на это. Вы достигнете успеха, и все зависит от вас. Не бойтесь, идите вперед, не сплушайте сплетников, деньги рядом с вами, не нужны вам эти болезни и страдания, которые эти скандалисты специально приносят в нашу жизнь. Всегда, где идет успех, где идет любовь, где идет карьера, всегда возникают те, кто обижен в этой жизни, кому завидно, кто хочет это отобрать у другого человека. Это вам, карта говорит, что удовольствие, праздник, встреча с друзьями, встреча радостная, скромность, робкость, она, конечно же, присуща, потому что новые дела всегда сложно начинать, сложно отстаивать свое мнение, тем более в каком-то большом деле, в большом коллективе. Вам кажется, что предстоящее дело это какая-то большая проблема, оказывается, оно не столь трудное, это дело, и вы за него возьметесь и увидите, как оно быстро решается. Но если вы не сделаете этого, вас постигнет разочарование. Вот о чем предупреждает эта карта. Поэтому я вам даю установку, Козероги, что в марте у вас все будет хорошо. Вы не смотрите, не слушайте никаких сплетников, отсекайте их, купируйте прямо на расстоянии, не обращайте на них внимания, пусть они ложью своей строят себе карьеру. Идите вперед, делайте свое дело, не нужны нам никакие болезни. Идите вперед, у вас есть уверенность, у вас есть деньги, у вас есть ум, и у вас есть успех. И я вам его желаю. Всего доброго, до новых встреч. Соединяйте все мои гадания, которые я даю в течение месяца, и накладывайте на свою жизненную ситуацию, чтобы точнее ориентироваться в предстоящих событиях. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok